Такой маловодной опь никогда еще не была, говорили в прошлом году алтайские речники. Даже оставить суда на зимовку в Затоне из-за низкого уровня воды не представлялось возможным. На плохой улов по той же причине сетовали рыбаки. Многие тогда заговорили о тенденции к обмелению. На самом деле не все так страшно, уверяют гидрологи. За последние сто лет опь была и очень мелкой, и очень глубокой. На графике видно, как год от года менялся уровень. Да, действительно год был маловодный. Подобная ситуация у нас наблюдалась в 2012 году, если на нашей памяти. Маловодный год, 1945 год. На самом деле таких лет, если просмотреть весь ряд наблюдений, больше 100 лет, их достаточно много. С чем это связано? Если говорить о прошлом годе, причина на самом деле простая и банальная. Снега было мало. Дождей в период половодья и в летний период тоже было достаточно немного. Ну и, соответственно, получили то, что, как говорится, то, что получили. Но наступил новый год, и уже сегодня специалистам понятно, что ситуация на Аби складывается иначе. Уже по началу марта нельзя сказать, что он среднемноголетний, потому что достаточно много осадков выпало в начале марта. И вот в настоящее время уровень воды в Аби растет. Окончательно говорить о том, какая будет ситуация в 2023 году, именно весенний, весенний-летний период, ну, можем уже где-то ориентировочно с конца марта. Обычно на этот момент времени уже сформируется некоторое количество осадков, которые нам дают возможность сделать вполне определенный прогноз у водности, которые будут наблюдаться в мае, в июне, ну, до начала июля. Кстати, большие снегозапасы, а нынче зима была довольно снежной, не всегда свидетельство возможного паводка. К примеру, говорят гидрологи, в 2017 и 2018 годах из-за высоких температур и ветра снег буквально испарился, так что паводковый период прошел абсолютно незаметно. А вот 2014, в самом начале весны, не предвещал ничего серьезного. По итогу мощной оказалась вторая волна паводка. Что касается года 23-го, о многоводности или маловодности Аби речь можно вести лишь в апреле, после вскрытия реки. Тогда же гидрологи будут готовы делать краткосрочные прогнозы. Это касается не только Аби, но и Би, Катуни, Череша, Чумыша и других алтайских рек. Так что рыбакам и речникам осталось подождать три недели, чтобы либо выдохнуть, либо вновь начать переживать за улов и судоходство. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком.